В дневнике исследователя русской литературы Гусева публикация «Перечитывай школьную классику» и речь пойдет о письме Татьяны Конегиной. Татьяна русской душой, перечитывай школьную классику. Уже давным-давно я решил внимательно простудировать произведения, которые проходят в школе, и не пожалел. Как много оказалось незамеченным. А русской душой Татьяне Пушкин рассказывает. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Письмо Конегину «Я к вам пишу чего же более, которое многие девочки знают наизусть» Татьяна писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь, да ныне дамская любовь не изъясняется по-русски. А если добавить, что текст письма почти дословно пересказывания или пародирования Пушкина в сердечных излияниях сентиментальных барышень из романов Ричардсона и Руссо, которым зачитывалась его любимая героиня, то русская душа Татьяны, русскость Татьяна откроется весьма своеобразной. Я по этому поводу написал, что парадоксы художественного повествования. Пушкин в предисловии написал одно, а на деле, по рассеянности, видимо, другое. Письмо Лариной «Я вам пишу чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Шедевр русского языка». Это некосноязычное вступление француза в реке, где Пушкин не забыл изобразить косноязычие. Почему? Образ милый и дорогой и глубокий. И Пушкину, и читателям. Значит, когда он говорил, что она русский, плохо знала, он имел вообще дам высшего света. А когда стал писать письмо, увлекся дорогим образом и написал изысканно, искренне и умно и лирично. Не верь поэтам, дева здесь подходит, как и подходит свобода творческой повествователю. Вот так написал, и думай, почему. Но, кажется, мы догадались. И дальше начался ожесточенный спор. Я предложил тут сейчас же опубликовать полностью стихотворение. Но мой оппонент отказался. Тогда я сам нашел это стихотворение и его опубликовал. И когда я его опубликовал и перечитал, то я поразился, какой потрясающий текст по мыслям, и по поворотам, и по переживаниям, а иначе и быть не могло. У гений всегда так. Ведь это театр, где Ларина играет сам Пушкин. Ну, как и всех героев. Ну, Гусев стал настаивать, что здесь существует калька французская. Французская калька. Калька ведь что такое? Это повторение. Только повторение. Но здесь не совсем повторение. Я не читал этих романов, что читал Татьяна Ларина. Но как-то читал лучшую из них Жорж Санд и немалейшего совпадения. У нее жеманство, чувствительность, эротика поверхностная. Здесь отдышит искренность, непосредственность. И никакого кокетства. И эротики. Все чувства стыдливые, но открытые. Если бы это была калька, на самом деле, то вся бульварная литература, над которой мы насмехаемся, это же тогда были бы сплошные шедевры. То есть это были шедевры, калька с шедевром. Пушкин смотрится на западном фоне одинокой, грандиозной фигурой, именно из-за мыслей возвышенных, и предельно точных, и даже обыденных. Невозможно привести ни одну кальку для сравнения и уличить Ларину. Это значит уличить Пушкина, что невозможно. У него могут быть диалоги с гениями всех времен народов. С римскими поэтами, с Гусаром Давыдовым, с Держаевым, даже со своим отцом. Читал как-то одно его стихотворение с Байроном. Но у Пушкина столько еще своего. Своих мыслей туда втискивается, что дальше уже и некуда. А калька – это только повторение. Вот. И все-таки мой оппонент настаивает, что смотрите, когда она говорит, что ты мне был как бы Богом обещан, то это как раз вот калька с таких вот фальшивых романов с таким религиозным оттенком. И он даже приводит фамилию. Кого это напоминает? Вот. Ну, я ей говорю, что даже если ты калька, то она рвется. Она рвется, потому что она все время толкивается на простодушие Татьяны, на ее искренность. Ну, и здесь привели нам еще, на читателей нашей дискуссии, привели высказание Лотмана. Лотман говорит. Она по-русски плохо знала, Татьяна, конечно, владела бытовой русской речью. А также с детства, заучив молитвой и посещая церковь, имела определенный навык понимания торжественных церковных текстов. Она не владела письменным стилем и не могла свободно выражать в письме те оттенки чувств, для которых по-французски находила готовые стоявшиеся формы. Любовное письмо требовало слога более книжного, чем устная речь. Но рассуждение Лотмана льет воду на мельницу Гусева. Но парадокс остается. Писать не умела, а написала шедевр. Она не могла выразить тонких чувств по-русски, хотя владела бытовой речью, понимала церковный текст, использовала устоявшиеся формы. А кто не использует устоявшиеся формы? И Пушкин использует. Но только палитры у него больше, чем у других, так как больше читал. А главное, более умные вещи, чем многие другие, да и плюс сам порождает кое-что на ходу новые мысли, и они дают тоже новые формы. И его текст это сочетание устоявшихся форм с новыми формами. И если Татьяна владела бытовой речью, бы имела простодушие, глубокое чувство, чего ей тогда надо для написания прекрасного письма? И написала ведь шедевральное письмо, и, конечно, диктуя его Пушкину, или он ей, но как бы то ни было, вместе Пушкин с Татьяной написали мировой шедевр. Письмо Татьяны одно из самых трогательных мест романа. Французский налет имеет место, но для легкой улыбки и достоверности, но захватывает, конечно, глубина простодушия и чувства. Парадокс остается. Писать не умела, а написала шедевр. Хотя вот еще в чем гениальность Пушкина. Он выразил некую формулу. Неумение – необходимые условия выразительности. Так ученики Рембрандта более умелые рисовальщики, чем Рембрандт, допускавшие ошибки в пропорциях. Но он живописец, а они рисовальщики паноптиков. Хотя по высшему счету неумелость Рембрандта, его ошибки есть свобода повествования, которая, конечно, необходима для письма шедевра. Так и Татьяна, не умея книжно по-русски выражаться, она прекрасно написала письмо. Продолжение следует...